Еще раз всем привет, меня зовут Сергей Милюков, я работаю в Авито, мы делаем очень большой single page application, я люблю JavaScript, преподаю JavaScript и популяризирую фреймворк базис.js, о котором сегодня и буду вам рассказывать. Я очень часто и очень много рассказываю про базис.js своим друзьям, знакомым, на других докладах, и вот те фразы, которые я слышу в большинстве, зачем, есть же мифический фреймворк X какой-то, который может быть проще или понятнее, всякие такие вариации на тему, базис.js сложный, а фреймворк X простой, вот такие вот фразочки. Возможно, я допускаю, что я не совсем точно доносил смысл того, что я хотел сказать про базис.js, и сегодня мы будем говорить про базис.js немножко с другой стороны, нежели чем я обычно про него рассказываю. Вопрос, действительно ли можно просто так взять абсолютно любой фреймворк и начать делать на нем веб-приложение, любые сложные, вот мнение ваше интересное, вот любой фреймворк берем и сразу начинаем клепать веб-приложение. Начать можно, отлично. Нет, на самом деле ответ простой, нет, нельзя, любой фреймворк требует определенного времени на свое изучение и определенного времени для того, чтобы набраться опыта при работе с любым фреймворком. И поговорим о том, какие возможности дает базис.js фреймворк, о котором я буду сегодня рассказывать, прямо из коробки. Вот небольшой план у нас, мы поговорим про компоненты, источники данных, локализацию, трекинг событий, инструменты разработки и подведем такой небольшой итог. Начнем с компонентов. Базис.js это, конечно же, компонентный подход. Здесь все, как мы с вами и привыкли. Какие-то составные части декомпозируются на более мелкие компонентики и вот так у нас строится все приложение. Все, как привыкли. Как можно на базис.js описать компонент? Компонент состоит из шаблона, в первую очередь, да, и из тех данных, которые мы в этот шаблон хотим передать. Ну, все логично, да, у нас компонент нужен для того, чтобы мы могли что-то отобразить, какие-то данные в шаблоне, неважно какие. И что касается шаблонов, то в базис.js шаблоны идут без логики, то есть мы не пишем логику в шаблонах. Вот, наверное, знакомые всем вам примерчики знакомые, выше из ангуляра второго, ниже, из реакта, и в базис.js такого нет. Это не мерило хорошо-плохо, просто нет в базис.js, логика разделена, с шаблоном логика хранится в JavaScript файлах, шаблоны хранятся в таком xhtml виде. Вот таким образом можно описать простейший шаблон на базис.js. Подключаем стили вот на первой строке и какую-то разметку набрасываем, да, и вот красненьким отмечены маркеры, вместо которых будут подставлены те данные, которые мы указали в биндингах. Ну, кому-то даже знакомый подход к описанию шаблона. Более того, в базис.js применяется модульный CSS и изоляция стилей. Вот давайте посмотрим на примере. Вот у нас есть такая разметка очень простая. Добавив специальный тег b-isolate, мы получим следующую картину. Как видим, у нас все наши классы, ко всем нашим классам был добавлен префикс некий. Ну, каждый раз он будет разным, да, для каждого компонента. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы гарантировать, что в пределах всего приложения, приложения бывают разные, маленькие, большие, чтобы гарантировать, что в пределах всего приложения у нас не будет конфликта имен классов, да, что вот одна из самых трудных задач для разработчика, да, всегда придумывать имена, как минимум. Вот, соответственно, вот изоляция стилей избавляет нас от этой неимоверно сложной проблемы и лишает нас, то есть убирает конфликты классов из приложения. Соответственно, добавляются префиксы в классы, добавляются префиксы в селекторы в самих стилях. Это происходит на этапе сборки приложения. Поговорим немножко про источники данных. Базис.js – это гибкое взаимодействие с источниками данных. Источником данных может быть практически все, что угодно. Объект, коллекция объектов или другой компонент. Практически все, что угодно. Для того, чтобы добавить источник данных на компонент, мы воспользуемся свойством DataSource и передадим туда источник данных. Давайте будем смотреть сразу, например, представим, нам нужно загрузить список студентов, например, или список наших работников. Это наш источник данных, наша коллекция. И есть некий компонент, который отображает информацию, находящуюся в этом источнике данных, который заинтересован в этих данных. Не важно, откуда сервера, еще откуда-то, это может быть ручной ввод, приходят данные в источник. И, соответственно, после этого механизмы связывания базис.js делают все так, чтобы каждому элементику данных, каждому объекту в том массиве, который пришел, был спроецирован свой собственный визуальный компонент. То есть каждому элементу данных соответствует свой компонентик. Контролировать такие источники данных можно при помощи так называемых состояний. Немножечко пробежимся по ним. Есть состояние процессинг, которое говорит нам о том, что что-то делает источник данных. Например, находится в состоянии синхронизации. Например, забирает данные сервера. Послал запрос, пока запрос обрабатывается, источник данных в состоянии процессинг. Состояние деприкейт. Это нужно нам для того, чтобы мы могли пометить источник данных как устаревший. То есть нужно послать запрос заново, загрузить снова данные и как-то их обновить. Рэдди. Источник данных готов к работе. Мы загрузили данные. Все хорошо, можно работать. И эрор – это значит произвела какая-то ошибка. В нашем примере, например, отвалился интернет. Или сервер отдал нам ошибку 500, 403 или еще что-либо. То есть можем как-то контролировать, что происходит при помощи состояний. Кейсы использования. Хорошо, отлично. Есть состояние. Как применять. Пару примеров буквально. Можем показывать спиннер, пока загружаются данные. Отслеживать состояние набора. И пока состояние набора процессинг, мы просто показываем какой-то спиннер. Или блокируем кнопочки какие-то интерфейсы. Или просто его скрываем. Ну и обновление устаревших данных. Нам стоит только пометить источник данных как устаревший при помощи состояния деприкейт. И источник данных начнет по новой процесс синхронизации с сервером. Также базис.js это автоматические источники данных. Такие как фильтры, индексы и некоторые другие. Вот сейчас посмотрим на примере. Есть такое некое псевдоприложение. Это такой список друзей, состоящий из двух частей. В левой части у нас все наши друзья. В правой части это такие избранные. Те друзья, которые мы, например, перетащили драг-н-дропом. Или вот на плюсик нажали и как-то перетащили их от одного списка в другой. Соответственно, два списка доступные для выбора друзья и выбранные друзья. Соответственно, понятно, в выбранных друзьях будут те, которые мы перетащили, которые мы выбрали. Все логично. А что будет вот в доступных друзьях? Пока не совсем понятно, что нам нужно взять, изъять дом-элемент из дом-дерева и как-то поместить его в другой список. Давайте разбираться будем. Если вот формально говорить, то нам нужно исключить наших выбранных друзей из списка всех друзей. И мы получим то, что у нас должно быть, соответственно, в левом списке. Мы получим доступных для перемещения друзей. Давайте посмотрим, как эту задачу можно реализовать в терминологии базис.js. При помощи автоматических наборов данных. Создаем набор данных, в котором будут вообще все наши друзья. Неважно, это список друзей из какой-то социальной сети или из нашего сервера он пришел. Абсолютно неважно. Создаем второй набор данных, куда будем складывать тех друзей, которые мы выбираем, перетаскиваем или еще как-то. То есть в этом источнике данных будут те друзья, которые выбраны вот в данный момент. И, соответственно, последний источник данных – это Available Friends. Это доступные для перетаскивания друзья. Мы здесь видим, что используем автоматический набор Subtract, так называемый, которому передаем источник данных все друзья и те друзья, которые мы выбрали. Смысл Subtract в том, что он находит разницу между двумя источниками данных. То есть, грубо говоря, исключает элементы одного набора данных из элементов другого набора данных. Соответственно, мы можем потом назначить этот источник данных какому-то компоненту. Может возникнуть вполне логичный вопрос. Слушай, ну зачем нам вот эти все источники данных? Почему я не могу просто в форум сделать то же самое? Да нет, можете. Просто придется реализовывать определенную логику, определенный механизм для того, чтобы отслеживать изменения. И чтобы дом как-то на это все реагировал. В Basis.js этого делать не нужно. Такие механизмы уже встроены в наборы, которые идут вместе с Basis.js. То есть, это избавляет нас от определенной рутины. Давайте еще раз посмотрим на код. Еще раз обращу внимание. Создаем специальный автоматический набор Subtract. И говорим ему, какой набор данных и с какого нужно, собственно, отнять. И получим набор данных, который можно поместить в левый список. Ну, отлично. А есть еще что-то, кроме Subtract? То есть, еще какие-то автоматические наборы? Да, есть, конечно. Здесь далеко не полный список. Такие, может быть, самые популярные, что ли. Да, вот Merge объединяет коллекции или наборы данных. Фильтр фильтрует элементы коллекции. Да, наверное, как можно из названий догадываться. Slice делает какую-то выборку. И Split разбивает коллекцию, разбивает источник данных на определенные подмножества. Ну, и это еще, конечно, не все. Там еще есть список определенный. Для агрегации элементов коллекции используются так называемые индексы. Что это значит? Пример. У нас есть список наших студентов или список работников. Мы хотим выяснить средний возраст нашего работника. То есть, нам нужны какие-то алгоритмы агрегации нашего списка, чтобы, например, получить средний возраст. Вот для этого как раз используются индексы. Небольшой пример. И какие бывают индексы? Min, max, avg, sum. Найти минимальное значение в коллекции, максимальное, среднее и сумму каких-то полей внутри коллекции. То есть, это некоторые примеры индексов, которые есть уже встроенные в базе JS. Основной посыл здесь в том, что мы манипулируем данными, а не домоэлементами. То есть, напрямую нет взаимодействия с домоэлементами. Мы манипулируем элементами в источнике данных в нашей коллекции, нашими объектами. А механизм связывания внутри базы JS преобразовывает это в дом-дерево. То есть, они сами знают, как правильно связать эту коллекцию, связать тот или иной объект с дом-деревом, как обновлять данные так, чтобы дом обновлялся сам по себе. Отлично. Локализация. Также в базе JS это удобные инструменты для реализации локализации. Словарь в базе JS это обычный JSON-файл. Соответственно, определенным образом как-то размеченный. Вот таким образом мы определяем слова, фразы для английского языка, чуть ниже для русского языка, да, просто по разделам RU, N, и для каких-либо еще языков, если таковые имеются. И в шаблончике в нашем добавляем специальный маркер, в котором указываем, какую фразу мы хотим из словаря вытащить. Соответственно, в зависимости от того, какая локаль установлена, такая фраза и будет вытащена из такого-то языка. Ну и вот что мы получим, собственно, в результате. Вот у нас такая разметочка, и вот что получилось. Все, в принципе, логично, приятно, красиво. Также в словарях можно использовать биндинги и некую другую разметку. То есть мы можем пробрасывать в словарь те данные, которые мы передаем нашему компоненту. Вот посмотрим на тоже простейший компонент. Есть какой-то шаблон, есть какие-то биндинги, да, то есть данные какие-то, first name, last name, например, имя, фамилия человека передаются. Для того, чтобы нам можно было пробрасывать биндинги и разметку в какую-то фразу, мы должны сказать, что вот эта фраза имеет тип markup. То есть это не просто какая-то фраза текстовая, а туда можно вставлять разметку и биндинги. Мы должны конкретно об этом сказать. Отлично объявляем саму фразу, описываем ее. Вот у нас здесь first name, last name, обернутый в tag b. Также в шаблоне ничего абсолютно не меняется, но результат, соответственно, тоже берется из словаря так, как нужно. Если не объявить фразу как тип markup, соответственно, это работать не будет. Грамматическое число, так называемое, тоже поддерживается на уровне словаря. Что это такое, давайте тоже посмотрим на примере. К примеру, есть компонент, который выводит общее количество объявлений. Например, всего там одно объявление, всего 100 объявлений, да, и так далее. Вот у нас есть биндинг total. У нас есть вот такой словарик, мы объявляем фразу offer как plural, так называемую, чтобы поддерживался механизм грамматического числа. И описываем нашу фразу offer вот таким вот видом, видим массива, да. Всего там одно объявление, всего два объявления, всего 10 объявлений. То есть вместо вот этих фигурных скобочек и решеточки подставится число из биндинга, да. То есть то, что придет нам в биндинг. И вот таким образом, тоже не особо отличающимся от предыдущего, мы пробрасываем наш биндинг total в массив и в результате получаем вот такую вот картину всего, например, 10 объявлений, да, в случае, если мы десятку передали в биндингу. Таким образом, трекинг событий. Basis.js – это удобный инструмент для трекинга событий. Давайте посмотрим. Первонаперво давайте разметим наши компоненты и наши шаблоны специальными ролями. То есть при объявлении, при описании компонента мы указываем свойство role. Представим, что у нас компонент – это небольшой поп-апчик. Ну, не важно, что он делает, не важно, что у него внутри. Просто поп-ап с двумя кнопками – окей и отмена. Нам не важно, что там у него внутри. И, собственно, размечаем теми же ролями шаблон. Обратите внимание, мы можем указывать b-roll просто как атрибут, а можем указывать b-roll еще и со значением атрибута. Это нам пригодится в дальнейшем. То есть по этим ролям мы потом будем указывать, за какими элементами мы хотим следить, за ивентами каких элементов мы хотим наблюдать. Вот в такую картину это превращается, когда все это дело собрано и показывается в браузере. Так называемый роль-маркер. Отлично. Разметили, сохранили, собрали. Замечательно. Теперь давайте создадим так называемый трекинг-мап. Это вот как раз та карта, которая и описывает, за какими событиями, каких элементов мы хотим следить. В данном случае, посмотрите, мы не зря размечали роль-маркерами. Вот мы видим, мы хотим следить за кликом элемента поп-ап окей и за кликом кнопочки поп-ап cancel. Как пример. Вместо многоточий могут быть абсолютно любые данные, которые вы хотите передать в ваш трекер. Неважно, будь то Google Аналитик или какой-то еще другой трекер. Абсолютно неважно. Здесь у вас полная, так сказать, свобода действий. Ну и соединяем все это воедино. Хорошо, разметили, сделали трекинг-мап. Что дальше делать? Подключаем вот тот трекинг-мап, который мы только что создали. И, собственно, вешаемся на события от трекера. Задача трекера – отслеживать события по тем элементам, которые мы указали в трекинг-мап. Потом говорим, что трекер, трекер. Когда будут события, вызывай, пожалуйста, вот эту функцию. Ну и здесь у нас все стандартно. Просто передаем в тот же Google Аналитик те данные, которые прислал нам трекер на каких-то событиях. Инструменты разработки. Очень большая, очень интересная тема. Конечно же, удобные инструменты разработки, не без этого. Вот здесь перед нами граф зависимости, то есть граф файлов какого-то приложения. Очень простого. Здесь, как видите, файлов немного. Вы пришли на проект. Вам нужно поменять шаблон, поменять словарь, найти компонент в этом проекте, как-то поменять его логику, сделать вот еще что-то, поменять стили, например. Пока приложение простое, все это ограничивается каким-то простейшим гребом или работой со средой разработки. Там банальный find usages и вот отлично, все хорошо. Нашли компонент, пофиксили, сохранили, собрали, все, получили премию. Но как только у нас приложение большое, вот это граф зависимости абсолютно реального приложения, то такой подход не работает. Даже банальный find usages внутри того же PHP шторма большого и сложного, и полезного, он все равно не поможет решить эту проблему. Очень часто делаем find usages, видим список какой-то неимоверной величины с тем, где вообще, откуда это может прийти. И это так не работает. Нельзя просто так взять что-то, найти в проекте. И вот как раз таки вот такими, это один из тех кейсов, которым занимаются инструменты разработки базис.js. И, кстати, вот этот граф зависимости, это тоже часть инструментов разработки базис.js. Отлично, давайте посмотрим на примере вот такого вот кейса. Это вот поп-ап окно, которое у нас всплывает, когда мы хотим что-то опубликовать через сервис ActiAgent или ActiDimber, например. Здесь мы перед публикацией нашего объявления можем выбрать какие-то услуги. Какие услуги мы хотим навесить на объявление перед публикацией. Но обратите, пожалуйста, внимание на кнопочку «Применить услуги». Сейчас она недоступна, да, задизайблена. Она будет доступна, если выбраны какие-то услуги, если достаточно средств и достаточно прав для того, чтобы нажать на эту кнопку. Потому что есть иерархия аккаунтов, да, есть различные права у разных пользователей. Замечательно. Заходим, нажимаем. Вроде бы вот выбрали услуги, все хорошо, все отлично, но кнопочка не активна. Вопрос, почему кнопка не активна? Как понять? Не совсем понятно. Начинать лезть в код, смотреть, где у нее условия активности, начинать вот эту всю паутину распутывать, не совсем удобно. Можно проинспектировать эту кнопку специальным инспектором, который встроен в базис.js. И мы увидим вот такую вот замечательную картинку. Мы видим, что активность кнопки false, то есть кнопка задизайблена. Почему она задизайблена? Мы сразу видим выражение, которое привело к этому false, да. Соответственно, выражение пройдет, утверждение пройдет, если есть права, если выбраны услуги, если человек может оплатить. То есть какое-то из утверждений нам дало false. Давайте смотреть. Дальше. Отлично. Мы видим, что права у человека есть, выбраны услуги, целых две. Но вот can pay, да, то есть может оплатить или нет, пришел false. То есть вот почему у нас кнопочка наша недоступна. Ну, вроде бы как разобрались, да, он не может оплатить. Но мы можем пойти еще дальше, и вот эти инструменты разработки могут нам еще дальше показать, да, почему он не смог оплатить. Ну, здесь все понятно, но я подойду к этому позже. То есть у человека 1500 рублей набрал услуг на 2000 рублей, соответственно, условие total money больше либо равно need to pay, оно не сработало, поэтому нам вернулся false. Ну, отлично. Вот посмотрели вроде бы, да, как, что дальше. Но преимущество еще этого инструмента в том, что мы можем навести вот на любую, на любую часть, например, где у нас количество денег пользователя, где количество надыканных объявлений или где сумма денег, которую нужно оплатить, где вот это переменное, где вот этот источник данных. Мы можем навести мышкой, кликнуть по вот этому участку, и у нас будет то место в коде, где это объявлено, открыто в нашем любимом редакторе кода. То есть это, несомненно, преимущество. Нам не нужно ничего распутывать, никаких вот этих интригий внутри кода вести, там гребы, консоль логин делать не нужно. Открыли, проинспектировали, нажали, перешли, закомитили, опять же, получили премию. Все хорошо. Ну, если вдруг какая-то ошибка. Более подробно об этом инструменте можно, ну, и вообще про инструментирование можно посмотреть в докладе Романа Дворнова, вот по этой ссылке. Презентация будет выложена, и вот, ну, может, кто-то сейчас запомнил, с абсолютной памятью ввел и начал смотреть. Ну, и в заключении, что хочется сказать? У вас может возникнуть вполне логичный вопрос. «Слушай, ну, это все хорошо. Почему я все-таки должен использовать базис.js? Почему мне это нужно вообще?» Ну, хотя бы потому, что базис.js уже сейчас активно используется в продакшн, в том числе и в авито у нас. Мы его используем. И я призываю попробовать базис.js, попробовать использовать его в своих приложениях, начать его хотя бы использовать, посмотреть, как он работает, посмотреть, какие архитектурные возможности он дает, и сделать свои выводы по поводу того, что такое базис.js и чем он хорош. Свои выводы – это круто. Как попробовать? Да, вот тоже хороший вопрос. Все, что нужно сделать, тут три простых шага. Нужно установить NPM-пакет базис.js.tools, нужно запустить команду базис.create.app для того, чтобы создать приложение-заглушку. Можете, конечно, этого не делать, но это быстро, это быстрее, чем самому набирать. Приложение-заглушка, с ним можете играться, делать все, что угодно и делать свои какие-то великие проекты. И запускать нужно базис-сервер. Это тот сервер, который уже встроен в инструменты разработки базис.js, базис.js.tools, для того, чтобы, собственно, работали все эти возможности по инструментированию, по инспектированию кода. Вот три простых шага, как можно сделать. Запустили базис-сервер, увидели, что все, localhost 8.1.2.3, порт можно менять, хост можно менять, само собой. Отлично, минусы тоже есть. Я вроде бы тут красиво все рассказываю. Да, конечно, не без минусов. Первое, это, конечно же, малый объем документации. Она есть, она на русском, но, конечно, не в том объеме, как хотелось бы. И я очень надеюсь, что если вдруг кому-то базис.js понравился, загорелся, буду использовать, возможно, кто-то из вас захочет поконтрибьютить в документацию. Почему нет? Это open-source. Также есть, что улучшать, есть, как улучшать компоненты, есть, куда улучшать API. Это, опять же, open-source, это комьюнити, которую нужно развивать. У нас есть гиттер-чатик, у нас есть группа ВКонтакте, в Гугле, в Фейсбуке. Заходите, задавайте вопросы, будем рады отвечать. В общем, нужно, чтобы росло сообщество. И нужны ваши коммиты как контрибьюторов. И все будет хорошо. Ну, и здесь спасибо за внимание. Вот здесь вот QR-код на ссылочке. И, надеюсь, всем понравилось. Вопросы задавайте. А второй микрофон где? А, все. Благодарю за доклад. Очень бодрень. Так, где-где-где? А, ага. Частенько слушаешь доклад и думаешь, что быстрее будет посмотреть страничку проекта и все узнаешь. Твой доклад прям очень сжато, концентрированно. Большое спасибо. Расскажи, пожалуйста, про эту систему, этого проекта. Есть ли там, допустим, аддоны, какой-то стандарт для них? Или же, да, есть ли единая инфраструктура проекта, ну, более плейт? Или же принято, что каждая фирма имеет свою собственную структуру? Ну, да, по сути, здесь простор для творчества, так сказать. Вот я для себя лично понимаю разработку на базе SGS как приложение, которое получается, это как большой конструктор такой, да, и в этом конструкторе циркулируют какие-то потоки данных, и вот наша задача как разработчика налаживать эти потоки данных, чтобы все работало отлично. Но что касается вот всяких бойлер-плейтов, вот базис Create App можно запустить, и какое-то приложение, заглушка появится. Более формализованного такого какого-то стандарта, ну, его в принципе нет. Поэтому можете сами его придумать, закоммитить, предложить. Расскажи, пожалуйста, про роутеры. Вот прям такая задача я сталкивался в других фрагментах с трудностью, что переходишь на определенную страницу, и тебе нужно принять решение, стоит туда пользователя пускать или нет, но для этого тебе нужно сделать запрос на сервер. Вот на базис, как вот это решено? Ну, опять же, да, здесь есть много способов решения. Мы, вот у нас тоже в проекте есть так называемая иерархия аккаунтов, где-то не нужно вообще пускать пользователя, где-то нужно пускать пользователя. Мы решаем эту проблему следующим образом. Мы просто не подгружаем те маршруты, которые запрещены пользователю. На юните мы получаем от сервера, собственно, список прав пользователя, куда он... Пользователь кликает по ссылке, и на этот момент еще неизвестно, есть ли он доступ или нет. А у него... Можно обратиться к бакэнду, чтобы это выяснить. Нет, в нашем проекте этой ссылки у него даже не будет, поэтому он просто не кликнет туда. Ну, либо подойдите, просто более подробно расскажите, чтобы я масштаб понимал. Спасибо за доклад. Вначале прозвучала фраза, что вот на фреймворке X это делается сложно, на базе JS это делается просто, если я не ошибаюсь. Наоборот. Кто-то говорит, да. Так, я так и не понял, а в чем же достоинство базе JS? То есть, есть какие-то такие монументальные вещи, типа React, который предоставляет просто там маленькую библиотечку для рендеринга, а все остальное ставьте, что хотите, подсоединяйте, все это у вас подключится, и все это заработает. Есть Ангула, который предоставляет все инструменты практически из коробки, килотонну сообщества, поддержка и так далее. А в чем достоинство именно базе JS? Ну, как я уже сказал еще в начале доклада, мы говорим о том, что он поддерживает из коробки действительно, и тут для каждого, конечно, преимущества базиса абсолютно свои. Для меня лично базис JS хорош тем, что там не нужно ничего собирать, никаких конструкторов, не нужно ничего подключать, вот как в случае с React, хотите там что-то еще, подключите библиотеку. Для меня лично базис JS – это такая платформа, на которую я могу делать уже сейчас, взять и делать приложение. Мне не нужно ничего подключать, там есть все, что мне нужно. Хорошо, вот я озвучил вопрос, есть другой подход, который использует Angular, где практически ничего не нужно подключать. А если все-таки нужно подключать, то есть dependency injection, через который можно заменить все, что угодно, начиная от шаблонизатора и заканчивая управлением данных, которое по умолчанию идет через, опять же, сторонний инструмент, как и RxJS. Да, вот как раз таки, что касается Angular. Я Angular тоже очень люблю, да. Но чем мне, опять же, не нравится, чтобы начать делать приложение на Angular прямо здесь и сейчас, нужно почему-то изучать RxJS. Нужно, ну, я не говорю про всю библиотеку, но нужно понимать, как это работает, да. То есть для меня, опять же, базис JS – это некая библиотека, где все есть, и мне достаточно изучить какие-то основные концепции, чтобы уже начать что-то делать. Angular хороший, я его люблю, но для меня ближе к базис JS. Для вас, возможно, будут какие-то свои профиты, возможно, для вас где-то будет интересен Angular больше, да. То есть в разных ситуациях для вас разный фреймворк может оказаться ближе или удобнее. То есть поэтому основной посыл здесь – попробовать сделать свои выводы. Я могу говорить только лишь то, что для меня является близким и приятным. То есть вот такой идеологический подход. Ну, возможно, можно и так сказать, да. Спасибо. Еще буквально один вопрос, потому что у нас задание. Спасибо за доклад. А у меня вот интересно, можно отделить, мне понравилось, эта часть, которая была последней, последней, связанной с потоками данных и визуализацией. Можно ли эту часть как-то отделить и использовать на других фреймворках? Да, вот как раз-таки видео на эту тему есть в докладе Романа Дворнова, и есть инструменты, которые для React делают визуализацию данных. Нет, что это Настя рассказывал горячего, вот там в начале года, мартфель для данных, если про данные говорить. А если говорить про компоненты, то да, я покажу про инструментирование, там есть возможность выбирать компонент, сразу попадать. Да, я о том и говорю, да. Нет, вопрос был про данные. А, возможно, я просто или начало прослушал, да. Да, в связи с потоком данных, сложность в том, что везде разные документации, нельзя сделать общий подход, но общую часть планируется вынести, можете, в принципе, взять, я делал адаптацию для нокаута, такой простой, но она показывала там все эти компьютеры, и обсервывал полу. Так что это возможно, но готовы пока нет. Да, все, все. Позже по вопросу, когда приходится. Да, вы в любом случае можете после подойти. И пообщаемся. Не вопрос, да, подходите. Продолжение следует...